Более двух с половиной миллионов вопросов по телефону, электронной почте, смс и сообщениях в социальных сетях была задана президенту во время уже 16-й прямой линии. Пожалуй, одной из тем волнующих людей от Калининграда до Дальнего Востока стал рост цен на ГСМ. Ведущие в студии даже зачитали сообщения из Ачинска по этому поводу. Но Владимир Путин рассказал, что правительство сейчас старается остановить подорожание бензина. Вот это лишь малая часть всех обращений. Например, в городе Ачинск Красноярского края за полторы недели бензин подорожал на 6 рублей. Правительство приняло уже ряд решений на этот счет. Напомню, совсем недавно это было сделано. Кстати говоря, в диалоге с нашими ведущими нефтегазовыми компаниями, что было сделано? Во-первых, снижен акциз по бензину на 3, по дистопливу на 2, на 2 тысячи, на 3 и на 2 тысячи. Принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля этого года дальнейшее повышение акцизов. Его не будет. Вот к осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. Еще одна важная тема, волнующая россиян, долевое строительство. Владимир Путин отметил, что в регионах принимают свои программы помощи обманутым дольщикам. А федеральное правительство со следующего года вводит полный запрет на заключение новых договоров долевого строительства. Тему квартирного вопроса продолжили обсуждением ипотеки. В этом году прямая линия проходила в новом формате. Сам глава государства в режиме онлайн общался с главами регионов и федеральными министрами. Так на вопрос о снижении ипотечной ставки отвечал министр финансов России Антон Силуанов. Средняя ставка сейчас составляет 9,73. Напомню, что некоторое время назад она имела двузначное значение. И действительно мы принимаем программы по дальнейшему снижению, понижению ставок по ипотечному кредитованию для отдельных категорий наших граждан, которые нуждаются в такой поддержке. Это в первую очередь семьи с детьми, которые имеют 2-3 более детей. Многие вопросы касались здравоохранения, ремонт больниц, открытия фельдшерско-акушерских пунктов и лечения онкологии. На это направление до 2024 года, по словам Владимира Путина, выделят триллион рублей. Актуальной для россиян стала и тема пенсионных преобразований. Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию. Я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. Вот на что бы хотел обратить внимание. Одна из ключевых задач, которая сформулирована мною перед правительством, это повышение доходов пенсионеров. Причем значительное повышение их доходов. Не обошлось на прямой линии и без политического юмора, причем международного. Ведущие спросили Владимира Путина, какая шутка ему за последнее время понравилась больше всего. И вот что ответил глава государства. Вот совсем недавно одно из очень известных и популярных изданий в Германии написало, что президент Трамп толкает Европу в руки Путина. Вот если совместить это с более ранней шуткой о том, что Россия повлияла на выборы в Соединенных Штатах, то тогда все это вместе звучит достаточно смешно. Мы повлияли якобы на выборы президента в США, а он нам за это подарил Европу. Полный бред. Иначе как шуткой это назвать невозможно. За кадром прямой линии остались еще миллионы вопросов, но и на них обещают ответить. Обращения граждан разберут по темам и регионам, после чего направят руководителям субъектов страны, чтобы их разрешали уже на местном уровне. Сергей Сеславин, Енисей, Новости.